есть из полей так созрел черный абрикос чернотон потеряла навсегда никуда от этого не денешься только самое первое поколение может быть черным дальше расползется хоть хоть прививай хоть врач из косточки черные абрикосы повторяй все равно расползется это особая работа сохранить черноту она надо вот это уже второй вопрос как в том анекдоте господин профессор это второй вопрос начал сыпаться седьмого это когда было позавчера начал сыпаться манджуриц то самый в коске которой катя вырастила из-за плодоносили у нее эти самые манджурицы уже на урале вот это интересный момент смотрите манджуриц так видели да а рядом еще не спел и этот самый серафим просто для сравнения он еще окрашиваться будет но вообще-то окраску половину потерял вот это вот есть тот самый участок который не только это там дальше что 20 раз больше кажется чем вот этот характерен тем что мы тут сервисом на месте работали вот и получили вот такие вот это вот свежий снимок да а вот это вот вообще удивительное дело у меня две было линейки сейчас у меня особо линейка вот сервисом на ищем фляжку за ту линейку мерную которая с гаком еще слуплю а потому что она нужна эти фотографии для ее университета а здесь у меня мерная линейка я помню савиничек мерил там у меня были даже три савинича абрикосы но тимошках у меня получается гораздо длиннее вот моя мерная линейка это все выращено за два с половиной года вот так причем без ничего вопросу о способе приближения плодощей плодошение прищипывание считается так а возьмем их откусим можно отрежем может под ногтями так советую они должны прям посреди лета начать закладывать цветочную почку не вздумайте весь мир южный этим занимается там успевают у нас в зиме не хватает двух трех месяцев ему же надо еще вызвать вот это глупость несуспектность да а урала б сибири г дальнего востока и для всей кроме северного кавказа мне кажется даже по нашим южным областям какие-то у нас области белгород смоленск брянск так даже тут опасность прищипывать а здесь я еще показываю и без прищипания будет плодоносить и не надо никаких этих особых мер покалечений деревьев вот мое отношение к прищипыванию отрицательные бай ну посмотрите какой тут случайно увидел что бирка я взял специально вот он бай вот земли поднял под этой биркой вот он так выглядит ну самый желтый из моих вот это вот вопрос о муравьях они мои лучшие друзья здесь получилось так что где-то есть или нет нет у меня получился анекдот я рассказываю садми мне проходил а вот так возьмешь поднимешь вообще кучку кидаешь потом потом день два три потом взял и забыл где-то кучка прихожу я по ночи ради вчера кучки нет вообще нет вот эти вначале поедание видите причем тут было множество муравьев или не видно разбежать и вот значит нету я растерялся впервые украли у меня нет так погляделся косточки чисто голая полностью оголедная чистая косточка все сожжено и кругом сотни муравьев прям такая бешеная энергия доедает все что осталось конечно я извинился перед ними но они уже фактически съели кости я забрал а так вообще интересный момент те самые муравьи сейчас еще понападала вот я уже прикинул не могу я вот так нечестно взять и все собрать пусть каждый пятый десятый оставляю во что превратился этот самый академик я уже крыша едет и все мать родная не узнает это для сравнения видите что за черта хима как он переделался что вот ведь это не существует но тогда вопрос косточку посадим что вырастем так вот ну мы растим на тридцать пятом году жизни посадить здесь в деревне здесь в саду на тридцать пятом году или тридцать шестом посадить 20 манджурских этих 20 академиков а чё раньше думал раньше думал как все вырастить неизвестно чё а теперь любопытство разбирает белый налив детское дерево уже процесс до господи шер такой то когда-то было один из лучших по сибири деревьев мороза только североятно первое полношение в середине июля обычно это в этот раз все за позданием в середине июля едим едим вкусные мягкие такие сладкие плоды перезревшие они чисто сладкие чем вся сибирь думать сегодня ведь когда попадаете вы на эти самые крупных городах когда показывают это можно набрать в интернете вот это страшная картина я называю страшный там обилие такое саженцев конечно все поздно конечно май конечно вокруг показывается уже деревья распустили листья а откуда они без листья или мертвые из погребов в холодный правильно они уже опоздали а тут себе во все города красноярск омске все 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 до урала до дальнего востока да да это калининград везде одна и та же картина поздно а самое интересное чего там только не название какие от одних названий готов сыру проглотить вместе с языком елки-палки где белый на лифа один глаза эти полосы вот так вот ну не мог не удержаться сейчас ранетка выглядит вот такая вот такая вот это поверите нет внимание на дату 18 апреля это мои гости даже фильм снял выкопали массажник попозировали я сидя за другом данный момент кто несколько человек пусть их несколько может 10 меня смотрят сейчас только письмо с луганска получил даже не знал что там смотрим вот и приветствовать и земляки украинцы 18 апреля создать что ваша родовного это цели деревьев создать 18 апреля а так все это все да потому сравнили себе вот это вот цветущие яблоньки так сравниваете естественно никто не удобрял никто не поливал никто не опрыскивал никто не тяпал эти черную землю это остатки здесь был питомник параллельно на линии идут мои деревья а параллельно только вот выкопаны были это весной так здесь шла линия груш привитых груши выкопаны вот в таком виде никто ничего не делал естественно ни лаптябки ни лопаты или на саду подтвердить так теперь проходит май июнь июнь июль дни 70 ходить сюда настоящий сад здесь обильное положение естественно без всяких этих хитростей секатор не подходил какого хрена в этом делать в штаб по ольга и сарисакова ну это медведева наташ ну пожалуйста когда-нибудь выскажитесь не просто молчите что натворили делок научили тысячи а может быть там полмиллиона там такой крупный канал научили резать 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 это как бы вас сюда вышел бы вот эти вот цветущие ветки отрезан как это сделать